всем привет мои дорогие не обращайте внимание на такой беспорядок я только что приготовила огонек теперь хочу приготовить икру из кабачков не на зиму конечно это на сейчас кушать хочу так здесь у меня клуб одна луковица и половина здесь одна морковка и два кабачка вот приступаем так вспоминаю рецепт вот в такой по сути буду варить добавляю немного растительного масла думаю хватит туда отправляю лук и морковку буду обжаривать их обжарим или потушим вот мой огонь думаю что достаточно достаточно потому что мы все будем сушить на мидерном огне отправляем туда кабачки вот туда добавила кабачки сейчас кабачки вкусят сок и все это будет кушиться в своем вкусном соку никакой воды я не добавила и не добавляю вот лук обжарился достаточно нам не надо обжаривать до желтого цвета или так так золотистого красивого цвета и это не надо запах приятный пошел сразу же добавлю соль волосы пустили свою влагу до высот оставлю на медиа ногой закрою крышку и буду тушить все закрываю крышкой и пусть тушится вот мой огонек надо уже конечно же периодически надо перемешивать пока еще сок не пустили овощи наши а вот и сок пустили вы знаете что я не сделала на этапе когда обжаривала лук с морковью я не добавила пасту просто забыла ну простите меня пожалуйста ну не каждое жжение какое-то думаю достаточно две ложки достаточно и здесь же так соль добавила и здесь же добавлю а то я забуду поэтому поэтому сразу добавлю здесь же немного немного черного перца а добавить давайте еще я чеснок добавлю молотый сушеный чесночок вообще мне вот эти сушеные приправы очень нравятся чем свежие потому что блюдо получается очень вкусно все перемешиваю так не пугайтесь я же говорю я забыла добавить томатную пасту только потом наверное без разницы когда добавлять но знаю что а томатная паста должна тоже обжариться немного вспомниться когда мы готовим борщ мы же обжариваем лук с томатной пастой и морковь да да она получается очень вкусно и здесь он обжарится потушится пожариться все вместе все кабачки должны приготовиться они должны быть сырыми или полу сырыми так же ведь это же не огонек вот у меня кушатся периодически надо перемешивать завтра буду кушать вот девчата я бы выключила все уже мягкая сейчас немного остынет потом начну блендерить вот наша и корушка готова добавила немного соли очень вкусно все это не на зиму уксус что еще там ничего такого я не буду добавлять кипятить тоже не будут не буду думаю что этого достаточно вот это на сейчас завтра уже будем кушать девчата смотрите вот такая икра у меня получилось вот так нам банка готова я готовила немного это не на зиму это на сейчас смотрите очень вкусно прям очень очень вкусно поэтому всем рекомендую приготовить по этому рецепту очень такой простой рецепт без заморочек без ничего буду хранить в холодильнике думаю на неделю нам хватит сейчас еще одна панка получится и все всем еще раз спасибо за просмотр